Привет, друзья, я Александр Преподобный. Но ставьте уже в покое мать и займитесь нефтебазой, она у вас вообще-то горит. Куда бежать, б***ь? Если вы в России, то получается никуда. Владимир Путин сделал так, что безопасных мест в матушке России теперь не существует. На этих кадрах Туапсе, Краснодарский край. Сначала там друзья слышали хлопки, а потом вот такое приключилось. Вышло курить, думаю, что взрывается, короче. А оно, видишь, что, нефтебаза полыхает. А началось все как обычно, в небе заметили беспилотники. С***а летит кантом, б***ь, 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 б***ь. Сейчас убьют. Сбейте, пожалуйста. Сбейте. Мне кажется, россиянин перепутал беспилотник и Путин. С***а летит кантом, б***ь, 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 б***ь. Но как ни крути, б***ь долетела до пункта назначения. Вот они, с***а, летают. Вон он летит. Вон он. Прям над селом, б***ь. С***а, ребят, прям над селом летает. Ребят, это не п***ь, это специальная военная операция, если кто не знал, по освобождению Донбасса, напоминаю. Или просто спасибо деду за победу. Когда над твоим селом летят беспилотники, становится немножко страшно. И это часть плана. Ведь не забываем, где именно находится нацизм. Во-первых, это очень здорово, служить по контракту. Ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том, при этом, что вы воюете за свою Россию, как бы. Вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Вот он, настоящий рай для маньяка. Это СВО. Вот именно такие идут в Украину. Давайте вспомним пыточные Бучи, Мариуполя, Ирпеня, других городов. И запомним лицо русского солдата-освободителя. Получать все деньги, убивая людей. Вроде это неплохо, как бы, с одной стороны. Добро должно всегда побеждать его. Слушаешь вот этого молодого арийца, на самом деле, и понимаешь. Как же права вот все-таки Маргарита Симонян. Я не хочу быть, как они. И я не хочу, чтобы нас обуяла, во-первых, такая же ненависть, во-вторых, такая же ксенофобия, направленная по отношению конкретно к украинскому народу. Тем более, что я не очень понимаю, что это за есть за такой народ. Что за народ такой украинцы, сказала армянка, который запрещен въезд в Армению из-за того, что она оказалась кремлевской нацисткой. Вообще, деньги, они не имеют ни запаха, ни национальности. Поэтому на внешность и происхождение не смотрим. Просто нация обыкновенная. Вот и все. Но есть одно но. Россияне, которые приезжают на фронт с Маргаритой, не до конца согласны. Сдался в плен по той простой причине, что война эта не нужна никому. Потому что нас, наши командиры, просто-напросто за людей не считают. Посылают нас на смерть с лопатами Баляхамуха. И вообще, что алмаз? Подпозывные нужны? Или так просто? Говори. Говори уже, что алмаз, продолжай. Алмаз. Посылают на смерть уже в который раз, велки. Уже убил своими, можно сказать, руками. Уже человек 50 наших солдат. Но за людей россияне не считают даже и своих. И в этой связи давайте поговорим о самой громкой теме последних дней. Падение военного самолета Ил-76 под Белгородом. Там погиб весь российский экипаж. И по информации Министерства нападения России, со вчера, якобы еще и украинские пленные. Лень, прямо у нас! Охренеть! По правде, я и вчера сам был в каком-то непонимании деталей, что, как, почему так много каких-то сообщений вылезло, потом их убирали. Но давайте сейчас разберемся во всем по порядку. Итак, как только Ил разбился, российские паблики сразу же написали, что его сбила их же российское ПВО. Потом, правда, резко передумали и написали, что это украинское. Вот Файтер Бомбер об этом написал. И вот появляются первые кадры с места крушения. И что мы на них видим на этих кадрах? Значит, смотрим. Разбросанные везде части самолета, со всех ракурсов. Но всего два заблюренных тела. Странно, мягко говоря. Не правда ли? Давайте вспомним авиакатастрофу MH17. Обломки самолета и тела погибших. Ими усыпано абсолютно все поле. Также очевидно, что самолет не заходил на посадку. А именно взлетал из Белгорода. Вопрос, как можно привезти пленных для обмена в Белгород, если ты его покидаешь? И тут у россиян начинает сыпаться их лживая версия. На фоне этого, чтобы подтвердить свои слова, появляется Маргарита Симоньян с якобы списком погибших на борту пленных. И оказывается, что 17 человек из этого списка обменяли ранее. То есть, что неудивительно, Симоньян врет. А конкретики и доказательств нет. Но Лаврову это не мешает, конечно, пускать пену изо рта. Послушайте. Сволнует, что международное сообщество вам не поверит. Совершенно не переживаю, что международное сообщество может не поверить. Как я уже сказал, международное сообщество в лице западных представителей и средств массовой информации уже доказало свою, в общем-то, дискредитированную позицию. Западные представители и правда не поверили в версию россиян. А что они должны были это делать? Ведь доказательств их вранья предостаточно. Вот, например, еще одно. Россияне написали, что на борту было 65 пленных. И сопровождали их всего лишь 3 конвоира. Но согласно их же приказу номер 140 от 7 марта 2006 года конвою россиян осуществляют 2 конвоира на 1-2 конвоируемых, 7 конвоиров на 7-10 конвоируемых. То есть, 3 конвоира, которые якобы перевозили украинских военных в количестве 65 человек – это просто бред. Вот украинский пленный Максим Колесников, который уже освобожден, к счастью, тоже сказал, что на 50 человек у них было минимум 20 конвоиров. Так зачем россияне, значит, соврали здесь? Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим, скормленный Байденом, Макроном, Шольцем, другими политиками. Они должны осознать свою ответственность. Это действительно масштабная психологическая операция, которая направлена на полную дискредитацию Украины и в глазах наших иностранных партнеров. По старинке решили обвинить ВСУ в убийстве своих же пленных, чтобы попробовать склонить Запад прекратить Украине помощь. Все логично. Но россияне уже так делали. И давайте сейчас вам об этом напомним. Еленовка. Тогда россияне убили 53 украинских военнопленных. И тоже обвинили именно Украину, но по факту не допустили на место ни единого международного представителя. И ООН в том числе. Просто сказали, это из хаймарсов обстреляли. Уверен, тут будет то же самое. И снова для того, чтобы дискредитировать Украину. Мол, вообще вы кому помогаете? Тем, кто своих же убивает? Но у меня, друзья, важный вопрос, который, честно говоря, меня волнует. Намного больше всего этого бреда россиян. Ведь россияне, которые готовили на обмен со стороны Украины, они живы. А если мы слышим от россиян, что 65 украинских мертвы, при этом доказательств своих смертей нет. Вы понимаете, да, о чем я? Я очень надеюсь, что до той версии, которая появилась у нас сейчас с вами, я уверен, в голове, не дойдет. Потому что жизнь наших людей – это самое важное, что здесь может быть. Мы получим и поддержку, мы и, я уверен, на дипломатическом фронте выиграем эту спецоперацию против Украины. Но, тем не менее, самое важное, чтобы наши военные все-таки остались живы. Действительно, кровь десятков, даже уже сотен мирных людей на руках тех, кто вооружает режим Зеленского. Кто, соответственно, потакает им, говоря о том, что они сами принимают решения. В ответ на этот российский маразм комитет Сената США поддержал законопроект о конфискации и передаче Украине замороженных российских активов. Без финансовой поддержки Украины будет очень тяжело, это понятно. Мы выстоим, но это будет трагедия и для нас, и для цивилизованного мира. Но, тем временем, Россия погружается в настоящий железный занавес. Теперь тех, кто не то что против власти, а кто-то что-то вякнет вообще о войне, его ждет конфискация имущества за фейки у Второй армии мира. Госдума Российской Федерации в первом чтении уже приняла этот законопроект. Речь идет о том, что если ты, собственно говоря, публично призываешь к тому, чтобы нарушить национальную безопасность нашей страны, то помимо того, что ты должен немножко посидеть в тюрьме, ты должен лишиться своей квартиры, своего дома, своих денег и любого другого имущества, которым ты вправе пользоваться. Сидеть там, убежав из страны, конечно, легко и приятно. После вторжения в Украину статья под названием «Фейки об армии» стала для Путина, по сути, обычным механизмом контроля за теми, кто против войны. То есть пока реальных убийц выпускали, обычным людям давали сроки за разговоры о Мариуполе или Буче. Я думаю, дальше, если честно, возьмутся за родственников и их имущество. Не правда ли интересная ситуация? Но мы этой ситуации не допустим. Поэтому любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишится всего и подохнет там, за пределами нашей страны, как последняя собака. То есть сказал «я против убийства соседей» и отдал квартиру. Ну, шо ж, еще немного и пьян, я думаю, обзавидуется, а Чучхе просто нервно докурит в сторонке. Что хуже, квартиру потерять или продолжать жить в фашистском государстве, друзья? Пишите в комментариях, жду ваше мнение. Также лайк не забывайте поставить, нажимайте на колокольчик, тогда завтрашние выпуски тоже не пропустите. Всем спасибо за внимание. Пока.